Меня зовут Константин Кудашев и я возглавляю Центр цифровых технологий концерна Росэнергоатом и также являюсь заместителем генерального директора одной из самых больших IT-компаний отрасли это консист оператор связи. И сразу, чтобы долго не тянуть со своим выступлением, хотел бы сказать, зачем я сюда приехал. Я приехал сюда за вами. Я приехал позвать вас вступить в нашу самую большую, самую перспективную команду создания цифровых продуктов, которые мы создаем для автоматизации наших электростанций, наших ядерных объектов. Я ищу в первую очередь амбициозных, а во вторую очередь, наверное, а может быть даже все-таки в первую, авантюрных молодых людей, которые готовы вместе с нами делать то, что еще никогда не делалось. И я хотел бы сразу ответить на тот вопрос, который у вас, может быть, возникнет. Сеяна Магомедовна, встаньте, пожалуйста. Я хотел бы вам представить нашего директора по управлению персоналом. И если вы захотите присоединиться к нашей команде, вам нужно просто обратиться к ней, и она это сможет организовать. Спасибо большое. Итак, собственно говоря, почему вам может быть интересно вместе с нами? Мы создали портфель программных продуктов, который назвали цифровой шаблон эксплуатации ядерного объекта. Мы собрали весь тот софт, который десятилетиями программировался и эксплуатировался на ядерных станциях. Буквально 40 лет опыта мы вытащили в виде 2000 программных продуктов, переработали все те наработки, которые люди создавали на наших станциях, обобщили, выкинули старые технологии, добавили новые цифровые инструменты и создали этот портфель, который сейчас активно и дорабатываем, где-то уже внедряем, но вместе с вами я рассчитываю, что мы его будем создавать, дополнять новыми элементами и выводить как на наш внутренний рынок, так и на международный рынок. И почему это может быть интересно для вас? Это настолько разноплановый набор программных продуктов, где каждый из вас может найти, в чем самореализоваться. Здесь есть элементы и искусственного интеллекта, и системы охраны труда, и управления производством, и той самой роботизации, и даже элементы блокчейна. Здесь есть все современные технологии и все те технологические инструменты, которые мы используем в атомной отрасли. Мы, опять же, собрали опыт, мы собрали лучших специалистов, которые разбираются в технологиях, и соединили тех, кого мы обычно называем айтишными людьми, и профессионалов именно в ядерной энергетике. И из этого сплава как раз и родилась наша команда. Люди, которые умеют создавать лучшие программные продукты, и люди, которые понимают, как работает ядерная энергетика. И благодаря этой синергии и получился вот этот вот, не побоюсь этого слова, не имеющий конкурентов на российском и на мировом рынке портфель продуктов. В качестве примеров того, насколько это разноплановый портфель. Вот пример одной из систем, система учета и контроля ядерных материалов, система, которая описывает учет топлива, движение топлива и химические и физические процессы, которые происходят в реакторе и с топливом. Другие системы, это системы контроля качества металлов, система управления документооборотом, и все это вы можете создавать вместе с нами. Мы выкинули все старые технологии, что-то у нас когда-то делалось на Delphi, что-то писалось на FoxPro. Сейчас мы используем только самый современный стэк. Я немножко позже коснусь конвейера разработки, который мы создали, но работая вместе с нами, вы будете работать только с самым современным и, что самое важное, безопасным стэком разработки, который обеспечит, собственно говоря, безопасное использование этих самых технологий, про которые мы сегодня и говорили. Еще один крайне интересный момент – это география наших работ и наших проектов. Фактически, работая с нами, вы будете работать по всей нашей стране, сталкиваясь с нашими объектами как в России, так и за рубежом. Вот один из крупнейших проектов, который реализовывала команда «Консистем», команда Сергея Ивановича Боредько – это проект проектирования Курской АЭС-2, который коллеги, собственно говоря, реализовывали в Курске, полностью описав все процессы и спроектировав все информационные системы типовой российской ядерной электростанции. Второй из проектов делался нами на территории Турецкой Республики, это так называемая АЭС-Акую. Поэтому, опять же, работая с нами, вы будете сталкиваться не только с российскими объектами, но и с объектами за рубежом. Можно получить и международный опыт, и российский опыт, и, собственно говоря, отраслевой опыт. Ну и несколько слов про технологию. Создавая такой большой портфель продуктов, невозможно не создать сами инструменты разработки. Кроме того, что мы использовали те инструменты, которые наши уважаемые коллеги из Гренатова нам предлагают, активно пропагандируют в отрасли, мы все это объединили в процесс конвейера, который позволяет существенно ускорить процесс разработки, начиная от формирования идеи, заканчивая процессом тестирования и передачи в опытную эксплуатацию. Опять же, немножко предвосхищаю вас вопрос с точки зрения технологов, кто же нам нужен, нужны ли нам девопсеры, нужны ли нам девсекопсеры, простые админы. В действительности нам нужны все, потому что та среда, в которой ведется разработка, она огромная, она находится и на наших защищенных ресурсах в нашем ЦОДе, она находится в демилитаризованной зоне, даже кое-где она находится на наших зарубежных объектах. Вот пример того, как мы реализуем наши сквозные процессы от формирования потребности до создания информационной среды непосредственно. При этом мы объединяем как внешние команды, так и собственную команду, так и наших разработчиков на станциях. И здесь, не побоюсь этого слова, начав работать с нами, вступив в ряды консистов, вы станете участниками одной из самых больших и проектных, и разработческих команд, которые в Росатоме создают программные продукты. Программные продукты, у которых нет на сегодняшний день аналогов в мире. Может быть, где-то мы конкурируем с Вестингаузом, где-то мы конкурируем с французским EDF, но не побоюсь, опять же, то, что сделано нами, то, что сделано Сергеем Ивановичем Боредько на Кузке, на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Поэтому еще раз приглашаю вас вступать в наши ряды. Асият Макомедовна и Сергей Иванович всегда готовы вас поддержать и вам помочь. Спасибо, коллеги. Спасибо.